Всем привет! Это программа «Наше время» и мы вернулись. В новом сезоне вас ждет еще больше интересного. Наша обновленная команда начинающих тележурналистов будет рассказывать и вам о школьной жизни, ярких событиях в городе и всем, что интересно подрастающему поколению. Потому что «Наше время» — это программа о нас, подростках, именно вам, подросткам. Ну что, незаметно пролетела первая учебная четверть, и наступили долгожданные каникулы, которые тоже уже закончились. Наверное, все готовы к новой очень интересной и познавательной четверти, но, по крайней мере, мы на это надеемся. Вообще, учеба играет очень важную роль в жизни современного человека. Наверное, каждому из нас очень приятно, когда ты пишешь какой-нибудь тест или проверочную работу и понимаешь, что ты все знаешь. Это же так классно! Но для этого нужно очень многое учить и читать, поэтому дерзайте. Не отходя от темы учебы, давайте вспомним тот самый праздник День знаний и торжественные линейки в школах. Все нарядные, в деловых костюмах, галстуках, рубашках. Вообще, школьники, особенно те, что постарше, стараются соблюдать правила школьного дресс-кода. При этом идти в ногу со временем и следовать современным модным тенденциям, которые, кстати говоря, иногда выглядят очень странно. Согласитесь, если вы вот так пришли в школу, то вашей классной руководительнице явно надо было принести в подарок пузырек корвалола. Но если серьезно, тема делового стиля и внешнего вида волнует многих из нас, так как все мы хотим выглядеть красиво и модно. Наш корреспондент Нина Горбунова решила выяснить, как сыровские школьники относятся к школьной форме. А еще она отправилась в салон красоты и узнала у стилистов секреты создания современного делового образа. Школьная форма. За или против? Кто-то посчитает, что это удобно и практично. Кто-то думает, что она мешает самовыражению. А что по этому поводу скажут ученики третьего лицея, узнаем у них прямо сейчас. Я считаю, что школьная форма важна в современных школах, потому что она дисциплинирует, учит детей быть собранными и подчиняться каким-то определенным условиям. Я одеваюсь в классическую школьную форму, пиджак, рубашка. Я считаю, что школьная форма должна быть обязательна. Она позволяет настроиться на учебный процесс. Школьная форма помогает ученикам объединиться и очень красиво. Поэтому ученики могут почувствовать себя равными. Скажите, какие вы, может быть, добавляете элементы в школьную форму, чтобы как-то выделиться? Я люблю делать красивые прически, но они должны быть убраны. Это самое главное. Также можно добавить какую-нибудь бижутерию красивую или значку. Значки мне нравятся, потому что они более украшают форму и отличают себя от какого-либо другого ученика, другой либо школы. Форма введена во многих школах. Правила делового стиля одежды соблюдают как ученики начальных классов, так и старшеклассники. Ученица третьего лицея Даша Кравцова знает способы, как внести в свой повседневный образ изюминку, которая выражала бы индивидуальный стиль и вкус. А знакомство со школьной формой у Даши произошло еще в первом классе. В начальной школе ощущение школьной формы было такое больше... ну принуждали себя носить школьную форму. Это было так скучно, так не хотелось носить школьную форму. Я помню, как мы ходили в этих рубашках и парились в пиджаках, в жилетках. Хотелось надеть что-то легкое. Но потом уже особо привыкли и не переживали по этому поводу. В средней школе мое отношение к форме изменилось. Мне она стала очень нравиться. Мне стал очень нравиться деловой стиль. Я люблю одеваться так, как одеваюсь в школу. Я одеваюсь в школу красиво, мне нравится. Классические юбки, пиджаки и брюки строгого покроя, светлые рубашки, спокойные тона без ярких надписей и рисунков. У делового школьного стиля есть четкие правила. Девушкам не рекомендуется носить распущенные волосы и пользоваться яркой косметикой. Иногда хочется выглядеть чуть-чуть красивее. И ты подкрашиваешь чуть-чуть реснички или наносишь тени. Ну, в школу этого всего должно быть, естественно, по минимуму, потому что все-таки деловой стиль. Мой образ часто меняется в зависимости от моего настроения. Прически могут быть абсолютно разными. Я могу сделать строгий пучок или строгий хвост, как на мне сейчас. Я могу сделать какую-нибудь женственную косу или женственную прическу с заколочкой. Как соблюдать деловой стиль, при этом выглядеть хорошо и следовать модным тенденциям? За профессиональными советами мы отправились к стилистам. Наталья Черкасова покажет вариант легкой и интересной прически для школы. Есть бракеты. Какую прическу мы бы хотели? Какую-нибудь легкую, романтичную, чтобы можно было ходить в школе. Ну вот, 15 минут и прическа готова. Большое спасибо. Мне очень нравится. Ходи красиво. Наталья – профессиональный парикмахер-визажист и преподаватель колористики у молодых мастеров. Вместе со своей ученицей Татьяной Козловой они создадут интересный и романтичный образ для школьницы. Также мы узнаем полезные советы по уходу за кожей и волосами. Существует четыре цветотипа. Весна, зима, лето, осень. Чтобы твой взгляд был более распахнут, верхний красишь темный, черный, а нижний покрасишь коричневый. Я возьму на заметку совета профессионалов. И я действительно узнала новые вещи, которые мне пригодятся в уходе за кожей, в правильном подборе косметики. Форма – важный элемент в образе каждого школьника в наши дни. Но как выразить через нее свою индивидуальность? И пускай первые в этом учебном году каникулы пронеслись незаметно, многие из нас за эту неделю смогли отдохнуть, набраться сил и получить массу приятных впечатлений. Вот, например, любознательные ученики начальных классов в каникулы выяснили, кто же из них самый начитанный и эрудированный. На финале городского марафона маленьких интеллектуалов побывала наша съемочная группа. Городской интеллектуальный марафон «Саммит» проходит в пятый раз. Ученики начальных классов всех школ города встречаются во Дворце детского творчества, чтобы выяснить, кто из них самый эрудированный. Интеллектуальные состязания призваны выявить одаренных детей и развить их стремление к самостоятельной познавательной активности. Задания идут на общую эрудицию, именно на метапредметные результаты. И сегодня больше заданий, например, дети выполняют на логику. Наверное, даже более сложные задания были на этапе дистанционном, потому что там действительно могли бы и родители помочь, можно было и интернет использовать. А сейчас дети, как я уже сказала, больше заданий на логику, на общую эрудицию. Марафон проводится в три этапа. Первый – дистанционный, где ребята выполняли задания вместе со своими родителями. В полуфинал отобрали более 700 школьников, и лишь 85 из них прошли в финал. Среди них Федя Галкин, ученик 15-го лице. Он считает, что математика нужный и полезный каждому предмет, который обязательно пригодится в жизни. Мне больше всего удалось сделать, решить задачи самые последние. Про, куда вода быстрее, какая кружка быстрее всего наполнится. С Федей точно согласится первоклассница Арина Будина. Ученица второй гимназии больше других предметов, любит математику и русский язык. Я просто люблю задачки всякие решать. Мне захотелось. Я люблю в школе задачки решать. Перед этим у нас в садике не было заданий. Во всех этапах интеллектуального марафона приняло участие практически тысяча учеников начальных классов и их родителей. И только 12 из них станут победителями и призерами. Пятый год проводится марафон. И в принципе с каждым годом он только набирает популярность. Поэтому мы уверены, что в следующем году он также будет проводиться. Можно с уверенностью сказать, что саммит в Сарове состоялся. Победители и призеры интеллектуального марафона получат памятные дипломы на церемонии награждения, которые пройдет в зале Дворца детского творчества. Ну что мы все о школе да о знаниях. Давайте поговорим о том, чем саровским школьникам занять свободное время, куда отправиться в выходные и чем себя развлечь. Внимание многих любителей спорта из нашего города сейчас приковано к ХК Саров. Сезон высшей хоккейной лиги в самом разгаре. И нашим ребятам нужна только победа. Корреспондент Вика Груздева не мыслит своей жизнью без этого вида спорта. Она отправилась в Ледовый дворец и узнала, как хоккеисты готовятся к домашним играм. А еще Вика побывала на тренировке стоксшибательных девочек из группы поддержки. Всем привет! Сейчас мы находимся в здании Дворца детского творчества, где уже идет активная тренировка группы поддержки ХК Саров. Вы спросите, почему я в форме? Ответ очень прост, ведь я тоже являюсь активной участницей группы поддержки. А сейчас мы вместе с вами отправимся на нашу тренировку. Группа поддержки неотъемлемая часть Саровского хоккея. Блестящие помпоны, яркие костюмы и зажигательные танцы. Без этого не проходит ни одна игра ХК Саров в Ледовом дворце. Уже три года группой поддержки руководит Анна Козловская. На занятиях девушки тренируют акробатические элементы и репетируют танцевальные связки. Для того, чтобы стать участницей группы поддержки, нужна определенная подготовка. Девушка в первую очередь спортивного телосожжения, чтобы у нее была определенная физическая форма. Наличие танцевального, гимнастического опыта приветствуется, потому что девочки разучивают все-таки хореографию, связочки хореографические, с которыми они потом выступают непосредственно на игре. Аня Аниськина пришла в группу поддержки только в этом году, но уже имеет большие успехи. Как говорит сама участница команды, все связки и элементы даются ей достаточно легко. На тренировке она идет только с хорошим настроением и на занятиях тщательно отрабатывает все связки. Первый раз, когда я танцевала в Ледовом дворце, мне очень сильно понравилось. Были сумасшедшие эмоции. На первом тайме мне было очень страшно и хотелось просто сбежать оттуда, но когда я начала танцевать, я поняла, что мне это очень нравится и я буду продолжать это делать. По мнению девушек из группы поддержки, самым интересным на тренировках является процесс постановки новой танцевальной связки. Обычно на это тратится всего одна репетиция. В этом году с новой командой за три месяца было разучено 12 танцев. Наша команда самая лучшая. Я за нее очень болею, держу кулачки. Хочу, чтобы они выиграли. Всем привет! Прямо сейчас мы находимся в Ледовом дворце, где через несколько минут начнется тренировка хоккейного клуба «Саров». Совсем скоро им предстоит очень важная серия домашних матчей. Давайте спустимся к ним и посмотрим на эту тренировку. Для того, чтобы игра была результативной, хоккеистам нужно к ней усердно подготовиться. Хоккей – довольно травмоопасный вид спорта, поэтому игроки всегда надевают специальную экипировку, которая защищает их на льду. Нам удалось пообщаться с вратарем хоккейного клуба «Саров» Дмитрием Безруковым и узнать, что же это за экипировка и зачем она нужна. Вот это называется блин. И им отбиваешь шайбу. В ней же держишь клюшку и отбиваешь шайбу. А ловушка, ей ловишь шайбу. Зафиксировать, если что-нибудь накрыть надо, накрываешь все ей. И вот, ну, как бы, ловишь просто. Дмитрий Безруков занимается хоккеем с пяти лет. Однажды он пришел с папой на игру и решил попробовать себя в этом виде спорта. В состав хоккейного клуба «Саров» Дмитрий попал из молодежной команды «Ракета». О чем вы думаете, когда вы ходите? Настраиваешься, думаешь, как бы не пропустить от красной линии, мне кажется, гол, когда на игру выходишь. А так сосредоточенный, пытаешься сконцентрироваться, отбивать все, что в тебя летит и что мимо тебя летит, чтобы не пропустить гол. Также нам удалось пообщаться с нападающим хоккейного клуба «Саров» Михаилом Румыниным. Он также, как и большинство его товарищей по команде, связал свою жизнь с этим видом спорта, будучи еще маленьким мальчишкой. Хоккей я выбрал не по своей инициативе, меня привели родители. В 7 лет я пошел в хоккей и начал до сих пор заниматься. Мне это нравится и люблю. Выхожу на лед и думаю, как обыграть соперника, как лучше забить гол. Поддержка болельщиков очень важна. Когда играешь дома, все равно присутствует добавка сил болельщиков. Несмотря на то, что это просто тренировка, накалы страстей, скорость и ударов по воротам здесь не меньше, чем на настоящей игре. А как прошла серия домашних матчей мы с вами узнаем совсем скоро. Михаил Румынин говорил о том, что хоккеистам очень важна поддержка болельщиков. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали, что они думают про сегодняшнюю игру. Скажите, пожалуйста, как вам игра? Какие впечатления? Желает лучшего. Какие у вас прогнозы на сегодняшний матч? Хотелось бы, чтобы выиграли. Вот сегодняшняя игра лучше, чем позавчерашняя. Вот, хоть китайская команда, и она выше нас стоит в таблице, но тем не менее, сегодня игра на голову лучше. Скажи, пожалуйста, как тебе сегодняшняя игра? Какие впечатления? Мне понравилась игра. Хорошая. Наша хорошая игра в защите. Какие вообще прогнозы на матч? Ну, я думаю, что победим. Ну, будет овертайм. Игра закончилась со счетом 3-2 по булитам. Последний, решающий, забил нападающий хоккейного клуба Саров Владислав Грибов. По окончанию матча мы побеседовали с Владиславом и узнали, что сказал тренер хоккеистам перед игрой, и что же стало переломным моментом в серии поражений. Он сказал, что нашу старшую брату торпеда тоже 6 подряд, и они перед игрой прервали эту полосу неудач. И вот это нас подвигло на победу. На сегодня это все. Мы желаем вам продуктивной учебы и хорошего настроения. Смотрите наши выпуски в эфире канала 16 на официальном YouTube-канале и в социальных сетях. Подписывайтесь, ставьте лайки. А в завершении выпуска ребята из студии кадрики детской школы искусств номер 2 представляют вам свой милый мультфильм. А с вами была Дарья Копкина. Пока. Эта история началась в славном городе Арзамасе. Лето 1719-го. Июнь четвертого дня была буря великая. И упал с неба змий. В длину сей монстр от пасти до конца хвоста спаленного в 10 оршин и 5 вершков. И зубья в пасти той, яко у щуки, а крылья, яко у нетопыря кожаные. И одно крыло от хребта змеева длиной аж в 9 оршин и 10 вершков. А хвост зело длинен уж в 4 оршины 5 вершков. Лапы голые с когтями, яко у орла и более. И лапы на крыльях четырехперстные с когтями аж. А глаза блеклые, но весьма свирепые и смердел отвратно. Нашлись чиновники, которые вспомнили указ императора Петра I Великого, в котором ясно говорилось, что «Если попадется кому, какая диковина, монструс или урод, камень небесный и прочее, немедленно отправлять кунцкамеру, что в Санкт-Петербурге, поскольку сия не от дьявола, а от хитрости природной». Змея бросили в бочку с крепным двойном вином и повезли в столицу к Петру I сбору диковин разных. Долго ли они шли? Коротко ли. Только в дороге змея пропал, и никто не знает, что с ним приключилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова